Добрый день, господа! Задайте себе вопрос, что вы знаете о китайском автопроме? Ну, вы знаете о том, что он недорогой, что, в принципе, в последнее время из-за снижения доходов россияне стали его покупать. И знаете, что китайцы, конечно, воруют идеи и дизайн автомобилей, ведь правда? И сегодня у нас на обзоре будет вот чудеснейший такой представитель китайского подвида, я бы так это классифицировал, Great Wall Power. Ну, как вы понимаете, когда крали его дизайн, китайцы смотрели в сторону вот этой машины. Toyota, соответственно, Tundra. И то, и другое, как вы уже поняли, пикапы. И слева у нас китайский фейк, а справа неповторимый японский оригинал. Поехали, парни! Согласитесь, господа, из этой короткой нарезки вы поняли, что китайцы украли все, начиная от идеи и заканчивая отдельными элементами. Все по красоте, все как любят наши азиатские друзья. О чем я говорю? Обратите внимание на ось фары решетка. На правой машине и на левой. Ну, согласитесь, хоть и парадийное, но сходство есть. То же самое касается зеркал, которые, соответственно, разделены на две части. И это касается даже линии капота. И там, и там желоб. В целом, конечно, все это выглядит похожим. Но ровно до того момента, конечно, пока китаец стоит один на улице. Рядом нет Toyota. Но есть как бы и положительный момент. Он, как это водится с китайскими автомобилями, друзья, заключается, конечно, в цене. Вот эта вот машина, которая сейчас за моей спиной, она стоит, ну, от 2,5 до 2,8 миллиона рублей. А вот эта вот машина официально в Россию, конечно, не импортируется. И, в общем-то, когда она новая, стоит в районе 7-8 миллионов. Ну, а теперь, когда вы поняли основное, что китайцы сделали в очередной раз реплику и фейк, я предлагаю отпустить Toyota и поговорить все-таки о том, что мы с вами можем купить в автосалоне за озвученные мною выше деньги, друзья. Из чего это состоит, как плюс-минус едет и стоит ли вообще это брать, если у вас нет денег на настоящую тундру. Что сказать, друзья, уехал от нас автомобиль процветающего американского фермера и остался у нас автомобиль, соответственно, китайского колхозника. Предлагаю все-таки перейти к обзору онова. На самом деле тоже интересно. Что меня удивляет, во-первых, в стилистике? Меня удивляет вот эта вот эмблема. Знаете, вот над этой дырой прям так и просится паричок от Рено. Потому что это даже вот... У слов нет вообще как бы вот от этого ребрендинга. Смотрится это действительно смешно и нелепо, когда у тебя во лбу горит такая дыра. Ради того, чтобы наш обзор был действительно по-настоящему правдив, я должен сказать, что это очень немаленький автомобиль, который, конечно, потерялся на фоне Тойота. Но длина всего этого составляет около 5 метров 40 сантиметров. Видите, я прям реально устал идти до конца этой машины. И, как вы понимаете, самое интересное для колхозников скрывается вот здесь, под этой крышкой. Ну, давайте и мы заглянем в багажный отсек. Значит, как вы видите, он выполнен, в общем-то, из рифленого алюминия и чем-то окрашен. Поднимается, соответственно, вот таким вот образом. Есть у нас еще крышечка этого самого багажного отсека. И у нее есть лифт. Как вы можете заметить, щедрые китайские товарищи поставили для российского рынка вот сюда. Вот амортизатор. Кстати, по слухам, для китайского рынка, для внутреннего их два. Один справа, один слева. Но это же мелочи. В конце концов, мы же с ними практически братья. Обратите внимание на то, как легко я подкидываю задний борт этого автомобиля. С Тойотой так не получится. А почему? Потому что Тойота сделана из металла. А эта машина сделана не пойми из чего. И сейчас я это докажу. Все дело в том, друзья, что у владельца этой машины произошла крайне неприятная история. Как все люди, сдавая назад, он немножко ошибся и въехал в стоечку своего гаража. Знаете, есть такая интересная синтеза о том, что краил его ведет по подавову. И это тот самый случай. Все дело в том, что умные китайские товарищи, конечно, скроили на русских в очередной раз. И если вы посмотрите на этот красивый пластиковый бампер, который, конечно, помялся, вы поймете, что здесь всего два парктроника, которые, соответственно, не могут полностью перекрыть всю заднюю часть автомобиля. Случилось страшное. Китайцы сэкономили на электронике, которая на Алиэкспресс стоит 10 долларов за пучок. Правильно? Зачем баловать идиотов, которые отдают за это деньги? Пусть они страдают. Это же наглядно. Бампер, как вы понимаете, ушел внутрь. Стоечка вошла в борт. И для того, чтобы привести в это состояние кузовной элемент, нам потребовался марат. Что делает марат? Ну, смотрите. Продолжение следует. Технологию удаления вмятин без покраски придумали для экономных людей. И здесь это прям то, что нужно. Марат постарался и, в принципе, сделал все это как боженька. Почему я могу утверждать, что металл на этой машине говно? Да просто по той простой причине, что вот это вот самый жесткий элемент борта. Сейчас я открою его и покажу вам наглядно. Взглядите вот сюда, граждане. Это самый жесткий элемент. Здесь сходится наружный лист, внутренний. По идее, это должно быть очень прочно. Но когда марат, соответственно, выстукивал все это, это заняло у него полтора часа. Потому что это все мягко. И правится практически пальцами. И если на нормальной машине с нормальным железом к этой области просто не подлезть и ничего не поправить, то здесь это не вызвало проблем. На основании этого я могу сказать одну вещь, граждане. Все это очень тоненькое. Знаете, как вот бочковое железо. Как вот железо для бочек из-под масла. И на самом деле это отвратительно. Потому что если это такое тонкое, это говорит о том, что гнить это будет быстро. И мяться, как вы видите. Чтобы закончить разговор о габаритах этого китайского черного красавчика с тонкой кожей, я должен вам сказать, что он достаточно высокий. Чуть ниже метра девяносто. И широкий, около двух метров. Вы знаете, обычно так делается, когда внутрь ставится большой мотор. Но в конце концов это же пикап. Его назначение возить на ферму корма, вывозить говно. То есть, словом, машина должна эксплуатироваться правильно. Но он должен таскать за собой прицеп и еще много всего. Но, блин, что стоит здесь под капотом? Давайте посмотрим. Открыв капот этого китайского крепыша, мы поднимаем две вещи. Первое. Что в Китае живет очень много людей. И соляра на всех не хватает. Поэтому мотор здесь, соответственно, не V6, а четырехцилиндровый. Ну, плюсом ко всему, он, конечно, турбирован. И с этой самой турбины отдает нереальные 150, по-моему, лошадиных сил. Зверь машина. Единственным плюсом можно считать тот факт, что, в общем-то, как бы он выдает 400 ньютонов. А для пикапа это важно. Второй же вещью является то, что китайцы народ нетребовательный. Потому что, в общем-то, отдавая достаточно приличные деньги за все вот это вот, они не хотят лучшего. Ну, хотя бы дизель на V6. Также к плюсу можно отнести тот факт, что здесь классический дизель. То есть, все-таки блок у него чугунный. По нынешним временам это действительно редкость и большой плюс. Ну, есть надежда на то, что это будет ездить какое-то продолжительное время. Хотя, зная качество китайской поршневой группы, в общем-то, у меня закрадываются определенные сомнения по этому поводу. В целом, вся вот эта вот линейка двухлитровых моторов, она грубо и одинаково. Отличается последняя буква. Т, Д, Б, М, знаете, вот это все. Когда ты берешь устаревший силовой агрегат, пихаешь его в Вингл, пихаешь его, соответственно, там в Аш-5, пихаешь его в Аш-9, и меняется только степень сжатия и турбина. Ну, то есть, там может быть, грубо говоря, один производитель или другой. И незначительный разброс по параметрам мощности. Вот и вся разница. А мясо, если разобраться, везде одинаковое. Встает здоровый вопрос у тех, кто давно смотрит наш канал. А чего же мы ее не загоняем внутрь и не бежим ее разбирать? Ну, знаете, ребята, все дело в том, что в базе вот этого вот пикапа лежит всем известный Хавел Аш-9. Просто эта машина, она не достойна для того, чтобы носить название Хавел. Поэтому это просто вот Great Wall. Но тем, кому интересно, что скрывается под этим кузовом, я рекомендую пройти по ссылочке в описании. Там будет ссылка на видео с разбором Аш-9. Мы там поднимали кузов и показывали, как все сагрегатировано на раме. И из чего состоит. Знаете, плюс-минус все это будет один в один. Как любят китайцы. Встает здоровый вопрос, что же в этой машине хорошего? Ну, не бывает абсолютно плохих автомобилей, даже у китайцев. И знаете, это хорошее здесь есть. Это коробка от ZF. Радуйся, владелец Пуэра. Китайцы поставили тебе коробку от X4, от X6, от Cherokee. То есть ты можешь на ней ездить, как настоящий американский индейец. Как известно, друзья, настоящему американскому индейцу завсегда везде ништяк. И коробка здесь, правда, хорошая. Ну, потому что она держит хороший момент и, в общем-то, не рассыпается быстро. Это позитивный момент этого, соответственно, внедорожника. Значит, относительно внедорожника тоже не все так просто. Здесь есть, конечно, полный привод. Он подключается в авторежиме, подключается принудительно, что говорит нам о том, что, конечно, вот там скрывается электромуфта. Ну, подробности про нее можно, опять же, посмотреть в том же ролике про H9. Честно говоря, не хочу повторяться. Помните, граждане зрителя, товарищи, не побоюсь этого слова, я говорил вам, что это все недостойно называться Хавейлом. Сейчас я объясню, почему. Для этого давайте-ка переместимся в салон. Ох, почему, почему, почему. Это, господа, не Хавейл. Да вот почему. Потому что, соответственно, вот если отогнуть всю вот эту вот роскошь, мы видим оригинальный псевдокожаный салон. И он действительно ужасен. Потому что дешевый заменитель. Здесь вообще какая-то резина вставлена. Ну, смотрится это по-настоящему чмошно. Это прям вот реально дешево. Как будто эта машина стоит миллион рублей. Если мы перенесем свой взгляд на торпеда, мы поймем, что тоже оно сделано для попуасов. То есть вот здесь вот прям все такое прям вот очень недорогое, но, конечно, функциональное. Потому что если вы живете в колхозе и делаете нужную для всех работу, выращиваете, соответственно, еду для людей, то, в общем-то, вам надо, чтобы все было функционально. И здесь это вот решено именно так. Есть, конечно, куча заимствований стилистических от Мерседеса. Какие-то там красивые кнопочки. Словом, есть все то, чего не хватает, например, нашему умирающему УАЗу, друзья. И в целом, конечно, когда ты садишься внутрь, даже если ты такого высокого роста, как я, тебе удобно. Но проблема заключается в том, что это стоит не полтора миллиона, не 1,8 миллиона, а стоит практически 3. И все-таки за эти за 3 мульта хочется, чтобы здесь все было, конечно, по-другому. Пару слов хочу сказать о приборной панели в автомобиле почти за 3 миллиона рублей с допами. Знаете, она очень похожа на панель от УАЗа. Выглядит так же ужасно. Понимаете, вот в 21 веке за такие бабки просто такого рядом быть не должно. Я не буду комментировать вот состояние рулевого колеса, все вот эти вот огромные, блестящие, нелепые эмблемы. Но отмечу тот факт, что, в принципе, с точки зрения наличия клавиш управления, здесь все в порядке. То есть китайцы сделали так, что пользоваться этим всем действительно удобно, как в перчатках, так и без. И есть даже вот такой красивый, не побоюсь этого слова, стилистический эффект в оформлении блока климат-контроля. Выглядит богато. Это единственное, что выглядит богато в этой машине. Что ждет высокого человека, если он попытается присесть сзади в этом шикарном китайском большом 5-метровом автомобиле? Страдания, друзья. Скорбь и страдания. То есть если я пытаюсь сесть сам за собой, а знаете, крестьяне, они, как правило, люди крепкие физические, попадаются рослые. Это, блин, знаете, до соседней дискотеки сельской доехать будет затруднительно. Придется хорошо выпить, чтобы не чувствовать этих мук. Перед нами, друзья, самая топовая комплектация этой тачки. И надо ли говорить, что производитель, конечно, не предусмотрел никакого подогрева сзади. Или упаси, Господь, вентиляции для скромных доеров и доярок, для тружеников, так сказать, нашего с вами села. Люди должны страдать. Ну, потому что если люди не страдают, у них иногда появляются лишние мысли. А в Китае, наверное, это недопустимо. Врать не буду, друзья. Идея была изначально хорошая. Сделать доступный большой автомобиль, на котором можно работать и жить, соответственно, в сельской местности. Вроде как все прикольно. Есть и кожа, есть и подогревы, есть понижайка, есть полный привод. И вроде все это даже работает. Но, знаете, хоть это и лучше УАЗа по всем параметрам, все вот это вот на ноль множит цена. Потому что машина для крестьянина, в первую очередь, должна быть недорогой. А 3 миллиона рублей никакой корреляции со словосочетанием недорогой не выдерживает. Знаете, господа, как любой русский человек, я люблю сильных, бесстрашных людей. И владелец этой машины именно такой человек. Он знал, куда едет, и не побоялся пригнать к нам на обзор свой свежеприобретенный автомобиль. Знаю, что не факт, что мы будем говорить о нем хорошо. Поэтому, хоть мы и не разбирали эту машину, мы хотим сделать ему один небольшой подарок. Для того, чтобы не гнил поврежденный задний борт, для того, чтобы вот это вот тонюсенькое, соответственно, железо не коррозировало и не покрылось дырами, мы подарим ему наш клубный антикор. По моему мнению, такая штука нужна на каждом китайце. Ну, не факт, что наша, а антикор в принципе, конечно. И попросим сейчас Дмитрия показать вам, как мы его делаем на китайских машинах. Здесь есть своя специфика. Его нужно побольше. И так финалочка. Значит, что перед нами? Перед нами вообще на самом деле офигенный автомобиль. был бы, если бы не цена, конечно. Это пикап, который нужен в любой стране, где что-то выращивают, производят. И, в общем-то, как ни крути, но Россия остается во многом аграрной страной. Есть у нас, например, Кубани-Краснодар, да? Это факт. Значит, здесь есть полный привод, здесь есть поднижайка. В общем-то, конечно, здесь достаточно скромная грузоподъемность, но есть хороший багажный отсек. И если вы видели тот момент, когда я поднимал эту крышку, вы обратили внимание, что он примерно полтора на полтора. То есть, это прилично. Да и арочки сдвинуты, соответственно, внутрь. То есть, в нем можно возить какой-то плюс-минус крупный габарит. Здесь есть все необходимое по большому счету в салоне, пусть, конечно, качество исполнения немножко и не дотягивает до цены. Здесь есть чудесный капот, который дрожит даже, когда машина работает на холостых оборотах. Здесь есть зеркала, которые украдены, соответственно, как и весь остальной дизайн от Toyota Tundra. И, в принципе, если не кривить душой и не лепить сюда сверху паричок, то смотрится это плюс-минус более или менее нормально. Что для меня, честно говоря, врать не буду. Эта машина мне абсолютно неинтересна, потому что это такой же китайский ширпотреб, как и все остальное, что делается в Китае для рынка нашей страны. Не путайте с внутренним рынком, потому что там вещи есть действительно интересные. Ну, а с вами, как обычно, был я, Илья. Рассказал про эту машину так, как я ее увидел. Если что, не обижайтесь, дорогие китаеводы. Я не специально. А остальным вменяемым людям спасибо огромное. Спасибо, что смотрите. Пока, парни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова